Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я думаю, что никто не удивится, если мы скажем, что разговор сегодня пойдет о выборах, которые проходили и, похоже, еще проходят, и еще не одну неделю, возможно, будут обсуждаться, и решение не будет принято окончательно. Совершенно верно. Тема у нас, да, действительно затягивается. Я, правда, постараюсь все-таки уже в следующий раз, вне зависимости от ситуации, что-нибудь еще вам рассказать, так как, да, внимание всего мира штампно, это, правда, приковано к американским выборам, но в некоторых других странах тоже происходят вещи достаточно интересные. Но пока все-таки, да, выборы, сегодня поговорим о них. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И хотя мы с вами сейчас, видимо, весь ноябрь, а может еще и декабрь, в таком достаточно подвешенном состоянии находимся, потому что трудно однозначно утверждать, кто выиграл, но все же, к сожалению, и сейчас я попробую объяснить, почему вот здесь мессимизм опять берет верх, пока все скорее указывает на тот вариант, не самый лучший, который я вам описывал неделю назад в первой части нашего разговора. Как всегда, я буду только рад, если окажусь неправ, но тем не менее. А в целом, конечно же, прошлая неделя, ну, половину недели и то, что происходит сейчас, это точно не тот исторический период, которым Америка будет гордиться, а скорее совсем наоборот. Ну, проблема даже, наверное, не вот в этих нескольких днях, которые радуют всех врагов Соединенных Штатов, а проблема в том, что эти несколько дней, эта неделя, ну, в общем и целом, это такое логическое завершение того, что мы наблюдали в течение всего 2020 года. Я, еще раз вам говорю, не конспиролог, не верю в теории заговора и так далее, и то, что я сейчас вам говорю, это я не пытаюсь вам рассказать про заговор какой-то, но это, по-моему, вполне ожидаемая и, увы, очень хорошо отлаженная машина, которая сейчас действует по всему миру, и, к сожалению, действует она и в Америке. Не первый раз она себя показывает с такой стороны, но, пожалуй, первый раз это происходит с таким нахальством и с такой последовательностью, использую я такое слово. Ну, потому что, посудите сами, когда вступали мы все в 2020 год, то было очевидно, что президента Трампа можно критиковать, можно любить, можно не любить, но то, что он президент успешный, отрицать этого, ну, могут отрицать только его совершенно закоренелые враги, которые его обвиняют, естественно, только в том, что он расист, и расист, и еще раз то же самое. Ну, и ведет себя неправильно. В остальном экономика работала, международная политика была едва ли не самой удачной, с незапамятных времен точно, и альянсы с союзниками себя оправдывали на примере той же победы в Соединенном Королевстве консерваторов. По всей Европе шел правый поворот, о чем я вам тоже говорил, как вы помните, и не только по Европе, кстати говоря, и, казалось бы, вся та безрадостная публика, которую нам пихают демократы, ну, это такие, да, партнеры, непонятно, да, даже не для финала, пользуясь такой же спортивной аналогией, а для какого-то спарринга, для эпизода. Что кого не выставили, ну, старое американское правило «you can't beat somebody with nobody», оно себя оправдает. И когда стало понятно, что упор будет делаться на Байдена, ну, вообще как-то даже несерьезно. Человек в преклонном, мягко говоря, возрасте, который не понимает, где он находится, что он говорит и кто с ним рядом, и Трамп, ну, понятно все. Но вот тут стали происходить вещи не очень хорошие, и как-то они утверждают в мысли, что либеральный истеблишмент, который может, ну, не единая какая-то организация в духе шпионских фильмов старых, а, может быть, люди разрозненные, у которых просто общие интересы, и в интересах которых вот эта вот система отупляющих международных соглашений, большой бизнес, большое правительство и так далее и тому подобное, так вот вся эта публика, она задалась целью от Трампа, конечно же, во что бы то ни стало избавиться. И того, чтобы не было ошибок 2016 года, ну, когда, прямо скажем, все были уверены, что Трамп проиграет, и особенно в Хиллари никто все-таки, ну, по сравнению с тем, что мы видели в этом году, так, конечно, не вкладывает. А в этом же году был поставлен ряд экспериментов над американцами, ну, а заодно и над всеми нами, которые, в общем-то, и подвели нас к выборам. Что я имею в виду под экспериментами? Ну, сначала всю весну проверяли, а что делать с людьми, если запугать их, загнать по домам и решать, кто будет работать, кто не будет. Такой, если угодно, да, социализм в миниатюре. К сожалению, получилось. Да, в какой-то момент люди стали возмущаться, выходить на улицы, но сразу же пошла на них атака через СМИ, что вот они всех заражают и так далее и тому подобное. Но, как бы то ни было, операция домашнего ареста, она все-таки состоялась. Потому что людей запугать можно. Запереть людей по домам можно, и все нормально. А летом пошла вторая часть. А можно людей запугать уже непосредственно не правительственными мерами, а элементарными погромщиками. И на это время, кстати, про болезнь все вдруг как-то забыли. Тоже оказалось, можно выпустить погромщиков, обвинить во всем полицию, ее связать по рукам и ногам, и снова в средствах массовой информации объяснить, что погромщики – это и есть истинный герой, патриот и так далее и тому подобное. Прошло. Ну и в таких условиях, в такой ситуации последним завершающим шагом, понятное дело, было провести выборы так, чтобы победил Байден. И потратить огромные деньги на его раскрутку. А поверьте мне, вся мировая пресса мейнстримная была за Байдена. Да, я думаю, это и без меня знаете. И даже в тех странах, где сильны про-трамповские настроения, на том же Тайване, пресса мейнстримная, англоязычная, за ту, которая на китайском выходит, не поручусь, она все равно настойчиво проталкивала идею, что Байден, 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 все основные сайты, все социальные сети, везде так или иначе шла реклама Байдена. То есть, даже если бы он вообще в своем бункере сидел и свою хинею не говорил, то все равно ему были созданы все условия. Но когда этого оказалось недостаточным, то в ход уже пошли старые добрые, ну не очень добрые, конечно же, но тем не менее, но старые методы демократов, которые у них уже отработаны, просто разработаны, доведенные до совершенства, которые потрачены снова огромные деньги. Я имею в виду многочисленные манипуляции с голосованием, с бюллетенями, к этому тоже нас готовили, и тот же самый эпидемий для этого использовали, и голосование по почте, и все что угодно. И пока мы видим с вами, что все это себя оправдывает, и Байден вроде как выигрывает. Конечно же, Трамп и его команда будут отбиваться, будут сопротивляться, и они совершенно правильно это делают. Но вот почему я говорю, что у меня некоторый пессимизм здесь имеется, когда люди тратят столько денег на что-то, а я имею в виду все вот это вот возведение в президента Байдена и публику, которая придет вместе с ним, то они очень стараются все, так скажем, хвосты почистить. Поэтому, да, мы с вами постоянно видим в средствах массовой информации, в консервативах, конечно, или в гражданской журналистике, на сайтах каких-то независимых, новые-новые данные, что с голосованием, конечно же, происходят вещи нехорошие. Но я очень сильно сомневаюсь, глубочайшему моему сожалению, хорошо, если я окажусь неправ, что все это удастся действительно четко, серьезно и основательно доказать. Ну, постараются и уже постарались наверняка демократы и вся та махина большого правительства, большого бизнеса и бюрократии, с которой с ними работает, вы знаете всех обычных подозреваемых, я думаю, они постарались делать все, чтобы серьезно доказать то, что мы вроде бы все понимаем, будет практически невозможно. Если удастся, замечательно. Но вот пока обстановка такая. Тем не менее, вопрос сразу тогда такой, если вроде бы они так хорошо готовы, а имеет ли смысл вообще Трампа добиваться, может, стоит сказать, что все, до свидания, я ухожу, и открыть дорогу действительно, как многие говорят республиканцам новым, Конгрессу, о чем мы поговорим, кстати, чуть позже, пусть они уже делают то, что и должны делать консерваторы, ну и повторяю, к чему мы сегодня еще вернемся. А Трамп, мол, он только усугубляет положение, и так образ политика, склонного к скандалу, к истерике и так далее. А тут еще вот нежелание уходить. Да, можно это понять, но я все равно считаю, что уходить просто так, если есть, а не есть, как мы с вами видим, данные о нарушении нельзя. И сочлюсь я опять на пример Никсона. Если вы посмотрите ради интереса просто данные по выборам года 60-го, то вы увидите там очень много интересного. И интересного в том плане, что очень похожего на то, что происходит сейчас. Сколько штатов тогда мошенничало, на самом деле неизвестно. Скажем, в Совете Республиканской, в партии республиканской считали, что 11 штатов. Так или иначе были, ну если не украдены, то там были серьезные нарушения. Спичрайтера Никсона Реймонд Прайс называет три штата, где, по его мнению, точно происходили вещи нехорошие. Это Техас, Иллинойс и Миссури. Это порядка 64-65 голосов коллеги выборщиков. Кеннеди набрал 303, так что сами можете посчитать. Даже если Миссури 12, насколько я помню, даже если его откинуть, то все равно получается Техас и Иллинойс это больше 50 голосов, если меня математика не подводит. А в Техасе и Иллинойсе нарушения были известны всем. Про это много написано. В Иллинойсе даже уже через несколько лет кого-то и посадили. Но в целом ситуация была такая, что в Техасе в ряде мест было такое, что зарегистрировано порядка 4 тысяч человек на участке, а голосуют 6 тысяч, а голосуют вроде бы 40-400 там с чем-то человек, а получается тысяча с лишним голосов за Кеннеди. Ну и плюс, как обычно, лучшие друзья демократов это покойники. Такие тоже были. В Техасе понятно. В Техасе были озабочены тем, чтобы Джонсон обязательно попал в Белый дом, пусть даже венец-президент. А в Иллинойсе там вообще происходила презабавная ситуация, потому что если мы говорим с вами о штате в целом, то Никсон его выигрывал. И по таким сельским районам, по маленьким городам. Но мэр Чикаго Дейли, он, когда узнал о том, что приходят данные о победе Никсона, он просто-напросто затормозил обнародование результатов по Чикаго. И стал ждать, сколько придет по штату, чтобы потом перекрыть голоса избирателей республиканских демократически. И, как вы наверняка эту историю помните, позвонил он в какой-то момент Кеннеди и произнес историческую фразу, что с помощью друзей вы получите Иллинойс. И так, в общем-то, и получилось. Потому что потом опять все то, что я вам рассказал про Техас, когда голосуют столько-то, а голосов вдруг оказывается гораздо больше. И все они еще и за Кеннеди. Это было в Чикаго. Гангстеры тоже поработали. Они перевозили людей просто пачками из одного избирательного участка к другому. И знаменитый Сэм Джанкан и гангстеры, потом какой-то там их общая любовница с Кеннеди любил говорить «Пусть твой любовничек не забывает, что кто ему подарил Иллинойс». Так что все это было. И повторяю, все это, в общем, было расписано. И у Никсона был шанс устроить то, что сейчас пытается сделать Трамп. Но Никсон отказался. Счел, что это затянет процедуру перехода власти, что это приведет к тому, что страна окажется без президента и что этого нельзя допускать. И он не стал устраивать шум. Хотя Кеннеди до последнего очень боялся, кстати говоря, что все закончится плохо и 14 декабря, значит, выборы у нас проходили 8, насколько я помню, ноября 60-го года, а 14 декабря, когда он приехал к Никсону предлагать тому возможную работу и удостовериться в том, что Никсон не будет требовать пересчета, то первая фраза Кеннеди была, повторяю, 14 декабря, не через неделю после выборов. А именно Кеннеди сказал, ну, на данный момент мы с вами еще точно не знаем, кто победил. Заметьте, хорошая фраза. Но, тем не менее, все получилось, как получилось. Еще раз повторяю, Никсон не стал судиться, его за это хвалят в официальной истории, но посмотрите, что получилось в результате. При Кеннеди были там моменты положительные в экономике и так далее, но при Кеннеди были провалы в политике внешней, отдали Кубу окончательно, отдали Берлин, залезли во Вьетнам, отдельная история, но то, что там устроили демократы и Кеннеди и Джонсон, это однозначно в минус. Началась открытая борьба с консерваторами, о чем многие забывают, но вообще-то демонизация консерваторов и открытая против них война через средства массовой информации, налоговые службы и так далее, она была при Кеннеди. Он это и инициировал и через спецслужбы и все такое прочее. Пошло открытое прослушивание республиканских кандидатов и использование спецслужб против них, но это уже Джонсон, но тем не менее. И пошло во второй половине 60-х уже вот это вылезание всего того отвратительного левого, что до того все-таки затаилось. А при Кеннеди и Джонсоне, особенно при Джонсоне, конечно, все это вылезло наружу, ну и дальше процесс пошел, и, собственно говоря, мы до сих пор с этим живем. Да, конечно же, можно вспомнить то, что благодаря этому такому сопротивлению появились, стало развиваться консервативное движение гораздо сильнее, тот же Рейган стал набирать ход и так далее и тому подобное. Поэтому об этом мы тоже не будем забывать. Но, тем не менее, пример, почему я вот это привел, даже говоря о том, что в 60-е плюсы свои были, что сдаваться демократам вещь очень опасная. И она может привести, я вам сказал, к чему. При этом Кеннеди, ну, я его небольшой поклонник, но это по сравнению с тем, что мы видим сейчас, Байден, Харрис и же с ними, но это почти мейнстримные республиканцы на самом деле, да? И то, вы видите, что когда Никсон сдался, чем это закончилось. Поэтому вне зависимости от того, чем закончится нынешняя битва Трампа, сдаваться нельзя никак, потому что просто так отдать сейчас все Байдену и признать свое поражение не стоит. Если же будет постоянно давление на будущий кабинет демократический и постоянные сомнения в его легитимности, то вы можете сказать, что это не очень хорошо повлияет на образ Америки в мире. К сожалению, я соглашусь, но, извините, демократы сами виноваты. Но сделать все, чтобы вот этот вот кабинет с его заведомо антиамериканской на самом деле повесткой дня — вы говорили об этом в прошлый раз, то надо делать все, чтобы он был скован по рукам и ногам, чтобы сомнения в каждом его шаге, в каждом их левом выпаде сохранялись, чтобы всегда помнили, как они победили, если они еще победят, и чтобы было сделано абсолютно все, чтобы Байден не воспри... и вся левая публика, что вокруг него, чтобы они ни в коем случае не воспринимались как законные или достойные победители. Поэтому что будет, мы не знаем, я не могу вам ничего гарантировать, конечно же, но пусть Трамп сражается и дальше, он это умеет, за это мы его и любим. А здесь я, наверное, умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Интересно в этих ключевых штатах, но мы, я уже рассказывал в эфире, по-моему, мы традиционно каждые 4 года собираемся у наших друзей и следим за тем, что происходит. В этот раз все было несколько иначе, поскольку я был с судьей на участке и с 5 утра там торчал, в общем, такая бессонная ночь. И проспал все, а потом, когда проснулся, ну, не все проспал, проснулся, смотрели Fox News, мне показалось, что Fox News очень лихо сливает Трампа, и я так еще вслух выругался, и тот момент, когда остановили подсчет голосов, я хочу просто напомнить нашим радиослушателям, какова была ситуация, в Пенсионии Байден на тот момент, когда остановили подсчет голосов, набрал 41,8, Трамп 57, то есть там разница в 600 тысяч голосов, миллион 800 за Байдена, 2,500 за Трампа, в Мичигане 44% у Байдена, 54% у Трампа, в Северной Каролине Байден 48, Трамп 50, в Джорджии Байден 45, а Трамп 53, и вот в этот момент подсчет голосов остановился. Примерно то же самое происходило и у нас в Иллинойсе на местных выборах, где, скажем, в 14-м избирательном округе баллотировал Обервайз против Андервуд. Интересно, да, такой обервайз Андервуд? Так вот, когда остановили подсчет голосов, Обервайз шел впереди там на несколько тысяч голосов. А в итоге, когда вся эта кухня сработала с бюллетенями, полученными по почте, Андервуд опередила Обервайз на 600 голосов. То есть, вопрос, естественно, возникает. Мы не знаем, как все это закончится. Мы, в нашем представлении что-то необычное происходит. Как-то не должно вроде так быть. Как-то все это, если соединяешь все точки вместе, но, правда, особо рьяные так называемые республиканцы, которые не очень любят Трампа, говорят, а где доказательства? Где доказательства? Ну, для того, чтобы предъявить вам доказательства, нужно, чтобы провелось расследование. Какие доказательства могут быть до того, как есть какие-то необычные ситуации, регулы, что называется. Поэтому надо провести тщательно расследование, потому что есть заявления работников почты, которые говорят о том, что их начальство приказало им штамповать конверты с бюллетенями задним числом. И это показания дают. Этот человек заявляет на рекорд и готов дать показания. Есть показания о том, что, скажем, в Пенсильвании наблюдатели от республиканской партии не подпускали для того, чтобы они могли видеть. Это тоже как бы не совсем правильно. Потом некоторые наши адвокаты, особо одаренные, там идет спор о том, что, скажем, в Пенсильвании принят закон, который говорит, что бюллетени, поступившие после закрытия избирательных участков, считаются недействительными. Верховный суд Пенсильвании принимает диаметрально противоположное решение и говорит о том, что не, 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 бюллетени могут поступать там еще три дня, и мы их будем считать. И вот особо одаренные адвокаты говорят, ну, это всего лишь интерпретация. Ни хрена себе, какая интерпретация, когда закон однозначно говорит, а Верховный суд вот таким образом интерпретировал. Ну, то есть, кто-то может мне объяснить, что это за интерпретация такая, когда законодатели в законе пишут, что вот на момент закрытия участка бюллетени, которые поступили, считаются, а те, которые поступили позже, не считаются. Все, период. А Верховный суд говорит, не-нет, еще три дня будем получать бюллетени, считать там, сколько понадобится. Это называется интерпретация закона? Тогда зачем писать законы? Посадим Верховный суд вот таких одаренных адвокатов, и они будут решать, какой закон, как себя вести, как считать, что делать и так далее. В общем, таких моментов очень много, и сегодня, насколько я понимаю, команда Трампа подала иски в суды, естественно, локальные суды, которые напичканы вот такими одаренными адвокатами, которые стали судьями, будут в ряде случаев отвергать эти иски. Дальше будет апелляционный суд, в зависимости от того, какое решение примет апелляционный суд. Возможно, дело пойдет далее в Верховный суд. Так что, ничего еще пока не известно, хотя задача не из простых, я вам скажу, нужно флыпнуть, что называется, четыре штата, чтобы у Трампа было достаточное число голосов. Четыре штата, потому что там двадцать голосов выборщиков в Пенсильвании, там, пятнадцать-шестнадцать голосов в Вискансине, десять, там, в Северной Каролине, если не ошибаюсь, шестнадцать, в Джорджии, пятнадцать. В общем, четыре штата, это не та же ситуация, которая была в двухтысячном году, где надо было, где было двести семьдесят три голоса, если они, если мне память не изменяет, или двести семьдесят один голос у, или двести семьдесят три у Гора, а двести шестьдесят семь у Буша, и достаточно было один штат перевернуть, чтобы решение было принято в пользу Буша, ему отдавалась победа. Здесь речь идет о том, что необходимо для того, чтобы Трамп выиграл эти выборы, поменять решение в четырех штатах, что требует колоссального количества адвокатов, денег и так далее. То есть задача совсем такая космическая, я бы сказал. Насколько им это удастся, очень хочется верить, что удастся, но поживем, посмотрим. А сейчас давайте мы сделаем перерыв, после чего вернемся, продолжим и обязательно примем все звонки. Я смотрю, люди уже звонят, хотят либо вопрос задать, либо поделиться своими впечатлениями. Обязательно примем звонки, никуда не уходите, буквально через пару минут после рекламы. Возвращаемся в программу «Час» с Ивана Денисова. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Иван, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Вот в случае, если, не дай бог, Трампу не удастся восстановить справедливость. Через два года они применят ту же машину фальсификации, и теперь республиканцы никогда в жизни не придут к власти? Или все-таки, как говорится, жизнь возьмет свое, и справедливость будет восстановлена хотя бы через два года? Второй вопрос. У нас в Америке есть консервативная партия, претендент которой набрал 1,2% по-моему, там по стране. Не знаю, может его результаты тоже фальсифицировали. Вот скажите, пожалуйста, зачем они существуют как бы сами по себе? Почему они не возьмут пример с коммунистов и не зайдут в республиканскую партию и, ну, как бы сказать, не придадут ей приличный вид? Вот ваше мнение. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо большое. Ну, прежде всего, я так сразу скажу, что во второй части вот сегодня была мысль поговорить о действиях возможного консервативного движения в нынешней ситуации и возможной, превозможной победе Байдена. Но если останется время, поговорим, это я ни в коей мере не к тому, чтобы вы не звонили. Конечно же, звоните и спрашивайте, но вот вопросы про консервативное движение и республиканскую партию, уважаемая слушница, она уже угадывает то, что я буду говорить, она уже меня знает, да. Ну, на будущее имейте в виду, что это у нас отдельная тема. Что касается ситуации насчет того, что будет через два года, то вот все будет упираться в то, как себя поведут республиканцы и консерваторы в ближайшее время. Если мы с вами увидим то, что Трамп, вот я то, что вам описал, будет сопротивляться, отбиваться и пытаться вне зависимости от конечного результата добиться пересмотра, по крайней мере, результатов выборов, с одной стороны, и если республиканцы в Сенате все-таки сохранят большинство, а в Палате там большинства нет, но они улучшили положение, так вот, если будет использовано волшебное слово gridlock или deadlock, если угодно, это тоже тема довольно отдельная и довольно интересная, но если они скуют действия администрации Байдена и не позволят расширить суд, провести амнистию, предпринять меры по созданию новых штатов, могут они это сделать на самом деле, будет трудно, в ряде случаев Байден попытается идти в обход Конгресса и здесь суды, назначенные Трампом, должны вступить в дело, не потому что они назначены Трампом, потому что, я надеюсь, они оригиналисты, так вот, если вот этот самый замечательный грейдлок окажется тем, чем он и задумывался консерваторами и отцами-основателями, кстати, а именно тормозом на пути заведомо враждебных политических решений, то через два года, скорее всего, республиканцы свое возьмут, по крайней мере, в Конгрессе, и если они продолжат в том же духе, то они Байдена додавят или Камалу, кто там будет на тот момент, мы не знаем, и сделают его однозначно картером, президентом одного срока, но если мы опять увидим вялую политику и готовность капитулировать при первом, а при первой опасности, то, увы, действительно, мой этот пессимистический прогноз из прошлой передачи, что демократы закрепятся абсолютно везде, он может оправдаться, так что ход за республиканцами и за консерваторами, что касается мелких партий, ну, либертарианцы это уже вообще какое-то посмешище, и я не понимаю, зачем они участвуют в выборах, один вред только приносит, и тому подобные партии, ну, да, можно покрасоваться, сказать, что вот ты не такой, как все, но очевидно, что проку нет в этом, если уж консервативные стратеги после Утергейта замышляли создание отдельной партии, но полностью от этой идеи отказались, предпочтя все-таки действовать через республиканцев, даже если в ряде случаев были ими сильно недовольны, ну, и сейчас и подавно, поэтому, конечно же, всем мелким партиям нужно забывать о гордости и для вопросов важных, а выборы это самый важный вопрос, конечно же, объединяться с республиканцами или, по крайней мере, поддерживать кандидатов консервативных, иначе левые всегда идут единым фронтом, ну, а консерваторы всегда хотят покрасоваться, увы, есть такой дурной момент, это да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А, здравствуй, ну, как раз говорил Иван, это Филадельфия. Сергей, вы правильно сказали по поводу того, что в Пенсильвании продлили на три дня, но тут надо и подчеркнуть, что Верховный суд это дело подтвердил четыре на четыре, это нельзя забывать. Верховный суд не подтвердил, Верховный суд действительно дедлак, что называется, четыре на четыре, поэтому осталось в силе решение ниже стоящей инстанции в этом проблеме. Ну, окей, я согласен, но там же вот так работают, поэтому даже сейчас, когда будут там подавать что-то, хотя у меня на это, честно, надежды нет, потому что с точки зрения мошенников они сработали очень профессионально, так, ты не можешь сидеть за карточным салоном с шулерами, так, когда говорят о выборах этих, мы не должны забывать, что еще Трамп ранее приводил пример выборов по почте в Калифорнии, где побеждал один из республиканцев, а он вдруг раз и победил демократ. Дело в том, что агитаторы могут ходить, заполнять, помогать, и вы тут ничего не можете сделать, ну, дополнительно еще там будут уничтожать свидетельства, поэтому здесь трудно сказать, как будет, а вот что по поводу того, что будет через два года, пока здоровая часть общества республиканцев, именно люди, не поймут и перестанут быть долбаками, всему верующими, ничего здесь не изменится, потому что популяция, демография растет, и эти маленькие партии вообще никогда не возникнут, потому что а где деньги, где золото партии, вспомните, как делалось революция. Спасибо, спасибо большое, да, есть еще там какие-то регулярики, например, очень много бюллетеней, где отмечен только Байден, и больше ничего, вот как будто не хватало времени людям заполнять дальше линии, а вот одно отмечено, Байден, и все, и пошло, Байден, и пошло, Байден, и пошло, как машина работала, как будто бы. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. У меня такой вопрос, первое, почему вы считаете, что если они украли Джорджию у Трампа, они не смогут украсть сенатские места в Джорджии, это первый вопрос, и второй, какой порядок приема новых штатов, или же сделать DC штатам, кто это принимает, это Конгресс принимает, это штаты принимают, то есть, какой там процесс. Спасибо. Спасибо. Да, с Джорджи, я с вами согласен, вопрос, конечно же, завис, и Кемп, губернатор, ну, все-таки казался человеком достойным, но по ряду пунктов, вот как-то он дал, показал свою слабость, и не закрепил деятельности избирательных компаний в своем штате, они, прямо скажем, не блеснули, поэтому, да, все еще может получиться не очень хорошо, или полное равенство, и вице-президент будет решать в последний момент все, понятно, в какую сторону, но опять-таки, если мы исходим из худшего варианта, но либо минимальное совсем преимущество, но минимальное преимущество это уже что-то, ну, если будет большинство вообще демократов, то да, это, конечно, все переворачивает очень серьезно. Что касается порядка приема нового штата, то здесь я не рискну вам подробно описывать процедуру, но, насколько я помню, все-таки это должно проходить через Конгресс в любом случае, то есть, если я правильно помню, как это делается, то исполнительная власть самостоятельная тут ничего не может проделать. Абсолютно верно. Ну, и что касается DC, то это, по-моему, прописано в Конституции, это отдельное совершенно образование отдельное, так что тут немножко сложнее. Что касается дополнительных штатов, там, Пуэрто-Рико, Конгресс может проголосовать, президент подписать, все, сделали это штатам. Так что для этого они и бьются. То есть, вообще, если нарисовать картину предстоящего в случае, если Байдена изберут президентом и Джорджия выберет двух сенаторов демократов, у них будет большинство, то есть, у них есть план, во всяком случае, у левого крыла, к которому Байден не сможет сопротивляться, у левого крыла демократической партии есть план, во-первых, добавить в Штаты, что позволит им дополнительно привести туда сенаторов демократов, во-вторых, запаковать Верховный суд, там, скажем, до 15 человек, что позволит им тоже творить чудеса, и Верховный суд будет на их стороне, это такая революция, это такой 17-й год, только без выстрелов, а с помощью новых технологий, с помощью фальсификации выборов, ну, а дальше их ничто не остановит. Картина... Да, полностью согласен, и мы уже об этом тоже не раз говорили, но и не забывайте про 11 миллионов новых избирателей, которые... Ну, там разные цифры называются. Цифры называются разные, но смысл в этом, что еще миллионы и миллионы новых избирателей, абсолютно верно. Да, естественно, как только Байден их легализует, то, хотя тоже мы об этом еще, наверное, поговорим, уж не знаю, сегодня или через неделю, мы с вами увидели довольно интересное изменение в демографии тех, кто голосует за республиканцев, но в любом случае те, которые нелегалы, это, безусловно, будут демократическими избирателями. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, не записано ли в Конституции количество штатов и не принимается ли поправка в случае принятия следующего штата? Спасибо большое. Нет. Спасибо, нет, насколько я помню, количества все-таки нет. Ну, и когда Конституция принималась, количество штатов не было 50. Да, их там было 13, насколько я помню, а и постепенно их вот количество, возрастало, возрастало, территории принимали, да, получали права штатов и так далее и тому подобное, но ограничить нет, такого, конечно, я не припомню, да и нет там этого. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Марк. Здравствуйте, Марк. Нескромный вопрос. Мы все время говорим о пересчете голослов. А кто будет пересчитывать? По закону есть какие-то, ну, что ли, определения, кто должен пересчитывать, проверять и так далее? Ну, вот сейчас в данном, в данной конкретной ситуации это будет команда адвокатов, которых нанимает Трамп, они будут пересматривать, рассматривать, проверять и так далее. Могут привлекать волонтеров, но речь идет о найме профессиональных адвокатов, потому что это слишком серьезно. Большое спасибо. Пожалуйста. Понятно. Да, кстати, в команде Буша работали люди серьезные. Болтон там был, Барретт была, что ей пытались тоже поставить в вину. Ну, Барретт, правда, совсем была еще тогда молодой, у нее там была такая серьезная. Но тогда команда была сильная, я очень надеюсь, что у Трампа окажется не хуже. Хотя задача, как Сергей правильно сказал, гораздо более сложная. Действительно, насколько я слышал, что якобы команда Трампа, Трамп обратился, ну, вернее, компания Трампа обратилась к Майкл, к Мукасею, бывшему генеральному прокурору во времена Буша. Не знаю, согласится он принять участие в этом или нет, потому что за это время имя Джулиани настолько дискредитировано в масс-миде, они из него попытались сделать, изобразить из него клоуна. Некогда, когда-то он был героем, мэром, всеамериканским мэром, а потом, когда он занял сторону Трампа и после того, как принял участие там в предыдущих выборах, медиа его со всех сторон как только могла дискредитировала, поэтому, и сейчас я смотрю в соцсетях, если мелькает имя Джулиани, то, скажем, демократа, да господи, о ком говорить, он там, понятно, не о чем говорить, поэтому, конечно, им нужно авторитетные люди в команде с тем, чтобы представлять интересы Трампа. Будем ждать, посмотрим, что получится. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, прокомментируйте желание конкурсменшей из Нью-Йорка аварии Кортес о том, чтобы преследовать тех, кто делал донейшн игрательную кампанию Крампа. Спасибо. Ну, это вполне ожидаемо было, как приходят к власти тоталитарные левые, как бы они себя не называли, они сразу начинают искать врагов и их уничтожать, к сожалению, нет, я не призываю к тому, чтобы всех левых там уничтожали, хотя иногда это звучит соблазнительно, но вот консерваторы, они как-то более благожелательны к своим оппонентам, их часто оставляют, а у левых сурово, и ни одна Кортес, ведь это, не с нее это началось, насколько я помню, есть такой мерзейший гражданин, который пропал, кстати, с экранов, он, знаете, похож на какого-то пьяного филина, престарелого, по фамилии Олберман, он вдруг вылез перед самыми выборами и стал требовать всех посадить, арестовать, кто сотрудничал с Трампом, а вот, по-моему, уже после него и Почегласка из Конгресса с такой же инициативой объявилась, поэтому они-то работают слаженно, у них идея вброшена и пошла по рядам, и они от нее не откажутся, еще, я не только у них встречал, есть такая обозревательница, ваш По, которая там считается консерватором, это Дженнифер Рубин, ну, вы понимаете, как раз я сказала, считается, кто она на самом деле, и у нее тоже, там, всех, кто сотрудничал с Трампом, обязательно, наша позиция, которая, наверное, в следующий раз уже, она просто взбесилась и оправдывает все плохое, что они говорят, то же самое, всех российских консерваторов, кто Трамп поддерживал, всех в черные списки и так далее и тому подобное, ну, мне как-то это доплевать с нашей позиции, мне в любом случае дел иметь особенно не хочется, но я к тому, что, да, это происходит, это обязательно, ну, тоталитарный склад ума у левых, что бы я делал. Эту идею высказывала Вэлори Джеррид, когда Обама избирался, так что это не новое, это у них традиция теперь такая, А Кис Элдерман, Олберман, который был раньше на MSNBC, да, он сейчас где-то на каком-то, там, 108-м канале, что ли, или в блоге, ну, и он ушел действительно уже несколько лет, его нету, совершенно отмороженный, совершенно отмороженный. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу поговорить насчет выборов в Сенат. Сенатр должен набрать 50 голосов, правильно? 50 плюс 1. Ничего нет. Мэри Питерс набрал 49,8, и он прошел. А в Джорджии садил 49,8. Понятно. Значит, в каждом штате свои правила, а в Джорджии по законам штата Джорджия кандидат должен набрать 50 процентов плюс 1 голос. Кандидат, который не набрал 50 процентов плюс 1 голос не проходит. Поэтому так называемый ранов будет. Опять очередная гонка, и тут уже кто наберет больше, тот и победит. Так что тут ничего. В Мичигоне одно, в Джорджии другое. Добрый день. Добрый день. Сейчас вот хорошая новость. Трамп уволил этого, дефенсив, секретаря. Эспера, да. Эспера, я на него надежды возлагал, но он, конечно, оказался то, что называется болотным созданием, увы. Но поздновато, к сожалению. Миллер, про него он тоже в свое время говорил, из антитеррористического центра человек достойный, но сколько он продержится, мы не знаем. я не думаю, что это поздновато, я думаю, что это говорит о том, что Трамп не застся. Я тоже надеюсь, еще бы Рэй, я думаю, что он может объявить вполне, что эти выборы недействительны, и переголосовать во всех этих штатах с наблюдателями. Посмотрим, что я не думаю, что переголосовать дело дойдет. А что касается спецслужб, то, к сожалению, там настолько они, то есть не только в верхний эшелон, там, по-моему, насквозь. Вообще, вся бюрократия вашингтонская на 90% на 90 с лишним процентов это все вот эти яркие-яркие представители этого болота. И поэтому Трампу приходится соревноваться не с Байденом, нет, не с Байденом. С Байденом там соревноваться не с кем. Сидел человек в подвале безвылазно, периодически выскакивал, как черт из табакерки. Ой, сегодня, кстати, я посмотрел, он обращался опять, он уже сейчас пытается создать такую ауру человека победившего, и вот он сейчас уже объединяет, и вот он уже активно действует, и будет с ковидом бороться, и все делать, главное маски, 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 а потом, когда он отходил от сцены, это была такая старческая походка. Он повернулся, ну, конечно же, он не принял ни одного вопроса от журналистов, он сразу быстренько сложил папку, все, до свидания, и шарк, 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 и по шаркам за кулисы. Чернянка, новое воплощение, но не там, где мы его ожидали, прямо скажем. Звонков масса, но, к сожалению, времени не осталось, поэтому, Иван, огромное спасибо, я думаю, что и в следующий раз нам еще придется коснуться этой темы. Всего вам цена. Скорее всего, да, спасибо всем, до следующей встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин